Итак, начинаем нашу пресс-конференцию, связанную с событиями, которые недавно происходили. Ярослав, сейчас вернусь. Общаемся. Сергой, начальник штата 15 батальона ДУР, правый сектор. Ярослав Марченко, руководитель ООО «Союз спортивных болельщиков Харьковчан». Пожалуйста, Сергей Владимирович, начинай. Нет, я преддаваю. Пускай начнет Ярослав. Я там консидирую. Уважаемые журналисты, 4 июля 2015 года в городе Харькове по адресу Героев Труда 32Б произошло стихийное собрание жителей, местных жителей, которое переросло в собрание территориальной громады, на котором на повестке дня был один вопрос. Закрытие наркопритона, который находится по этому же адресу, то есть Героев Труда 32Б. и конкретно свою работу, так называемую, осуществлял в течение 5 лет. На неоднократные жалобы во все какие возможные инстанции, реакции никакой не было. То есть, чтобы вы понимали, кто был там на месте, это жилой дом, рядом детские площадки, гуляют мамочки. И вот конкретно дверь, которая 5 лет не могла закрыться, где продавали без рецепта кадеиносодержащие лечебные препараты, но кроме всего прочего, прям там на месте их и употребляли. Соответственно, это было не просто нарушение законов в виде реализации лекарственных средств без рецепта, а это было конкретно употребление, то есть наркопритон. Было принято решение о том, что этот притон должен быть закрыт. Жители и территориальные, то есть представители территориальной громады Московского района сразу на месте составили заявление, где было конкретно указано, просим власти, милицию, общественные организации срочно закрыть этот наркопритон с адресами, телефонами, то есть все как положено. Далее была вызвана милиция, которая конкретно приехала и просто стала в сторонке. Так как решение было принято, нашлись, опять же, небезразличные люди, которые для того, чтобы предотвратить факт, опять же, и доказать о том, что здесь притон, то есть зафиксировали этот факт, вот достали конкретно эти препараты наркосодержащие, конкретно была представлена нам содержательница этого притона, которая оказалась, что это квартира, и она якобы там и живет, то есть она и живет, оттуда и не выходит. Но после этого 4 часа, опять же, милиция никак не реагировала, то есть представьте, посредине двора лежит гора коробок, вот, и ничего не происходит. То есть милиция проявила свою любимую тактику взять на измор. Но так как было принято решение закрыть ее раз и навсегда, это не получилось, и мы конкретно никуда не уходили, пока эти наркотические средства не были пересчитаны и изъяты, конкретно отвезены в московский райотдел. Потому что после 3 часов милиция сказала, ну давайте мы занесем их назад и двери опечатываем, не пересчитывая ничего, нет, такого быть не должно. Соответственно, сегодня у нас вторник, 7 число, вот 3 дня, слава Богу, этот притон не работает, и он не заработает больше никогда. То есть если 5 лет ничего не получалось, и конкретно каждый день жители наблюдали эту ситуацию, 3 дня, слава Богу, там никого нет, хоть спокойно можно вздохнуть, и в принципе, как бы, собрание и решение территориальной громады было воплощено в жизнь. Спасибо, Сергей. Добрый день. 4 числа к нам обратились представители Ультрасов. Ну, Ультрасы, вы все знаете, что Ультрасы в Харькове, это в какой-то степени основа всего патриотизма. Знаем их давно, периодически там общаемся, были совместные, участвовали в совместных акциях, не сомневались, то есть как бы в ихнем, скажем так, профессионализме в отношении, то есть как бы они попросили нас поучаствовать в этой акции. У нас, прежде всего, самое главное, то есть как бы, опять-таки, так как правый сектор формируется в городе Харькове, такой достаточно неоднозначный регион, поэтому, то есть как бы, опять, уже изначально мы исходим, ну, изначально к нам, ну, то есть как бы, по отношению сложилась аура карателя, для нас самое главное, чтобы, то есть, как бы, изменить это отношение харьковчан. Мы не каратели, а прежде всего те люди, которые отвечают запросам харьковчан, то есть как бы наши действия, прежде всего, основываются не на каких-то там, ну, там, желаниях, там, что-либо тут поломать, изменить, а прежде всего соответствуют тем запросам, которые нам выдвигают харьковчане. Надеюсь, в последующем это изменится, потому что, то есть я уже говорил на этот счет, что мы готовы поддерживать, ну, готовы поддерживать харьковчан в изменении чего-либо, но брать каждый раз на себя ответственность и там, идти там куда-то, ну, там, как-то идти, и делать то, что не может сделать милиция без самих жителей, я думаю, что не всегда это, этот, как-то, в этом случае было все достаточно взвешено, продумано. Сами, сами правоохранительные органы сказали, что уже в пять раз они приезжали сюда, закрывали ее, она открывалась вновь. Жители этого района, на сейчас есть подписи с телефонами, которые благодарят нас за то, что в конце концов мы прекратили работу этой, на этой, этой точке. Сразу хочу сказать, понимаю, прекрасно, я уже читал материалы там в интернете, хочу сказать одно, если вы, ну, если наши действия, я согласен, далеки от идеала, может быть, они не всегда соответствуют букве закона, но, тем не менее, духу закона они соответствуют вполне. Ни одна система не будет бороться с коррупцией, потому что коррупция – это часть ее. Для того, чтобы изменить это, нужны, нужны люди извне. И в этом случае мы как раз и надеемся на поддержку харьковчан. Такие наши действия, я вижу, движу, получаю много откликов, после этих акций находят горячую поддержку. Спасибо, кто эти вопросы? Представляете, что вы поняли? Говорите, кто... Семен Маврич, подозначение новой на СТВ. Вопрос на нем, кто у нас в любом случае, да, участвует в организации. Сейчас милиция, уже милиция открыла уголовное процессорство после техкультарства. Есть информация, что будут еще одна-другая статья управляться. Я там исчезли какие-то личные вещи граждан, да, где вы наплывал в архотике. Ваша реакция на эти уголовные дела? Признаете ли свою вину? Возможно, будете идти на контакт со следствием, возможно, пытаетесь минимизировать этот конфликт. И вот ваша реакция... Спасибо за вопрос. Хочу сказать, вот она, вот как раз вот, яркий такой пример отношения правоохранительных органов вот к этой ситуации. Я уже сказал, что наши действия, может быть, не всегда соответствуют букве закону, но духу однозначно. Смотрите, не возбуждено уголовное дело по факту продажи запрещенных препаратов, ну там, с нарушениями, со всем остальным. Не зафиксировано никак вот то, что, ну вот, то, что эта аптека называлась только аптекой. На самом деле это в прямом смысле наркоточка. То есть как бы оборудованная со всеми там мерами безопасности и всего остального. Если сравнить аптеку и этот какой, они далеко, ну очень сильно отличаются. Но тем не менее, милиция установила хулиганские действия в отношении этих людей. Никто не говорит о том, что чем спровоцированы. Пять раз приезжали правоохранительные органы и пять раз они ничего не смогли сделать. Это сами, это говорили правоохранители на месте, ну на, ну в тот момент, когда происходило все это. Так подождите, они бездействовали или они пять раз закрывали? Они пять раз, ну нет, подождите, они бездействовали. Так подождите, давайте... Нет, я думаю, что на этот счет, на этот счет я не хочу быть голословным, но на этот счет вы можете задать вопрос правоохранительным органам. Я думаю, у них там есть статистика, есть какие-то там документы, которые могут подтвердить там то или иное. А мы можем со своей стороны, я предлагаю журналистам поехать в тот двор и сделать репортаж жителей и их отношения к произошедшему. Может мне, я тоже хочу вот, Вячеслава, ответить. Факта хулиганства мы не признаем, его никакого не было. И хочу вот, опять же, перед всеми представителями СМИ заявить, конкретно все это крышуется и организовывает на это милицейской наркомафии. И вы видите, какой она делает ответный ход. То есть вместо того, чтобы эта так называемая женщина Татьяна Крапивкина, на самом деле она уже и уголовная на нее была возбуждена, и административных штук пять, это как бы известная вообще семья. Кроме этого, есть ее мать, точно такая же. И где-то недалеко находится, кому интересно, могу дать адрес, вот даже сами поедьте, посмотрите. В воскресенье она не работала, сегодня она продолжает работать. Кроме этого, еще у них есть отец, понимаете. И она конкретно еще и находится в своей квартире, в аптеке официальной, на которой нет вывеска аптеки. Внутри находится, значит, бинта йода, там зеленки нет, да. Только было три препарата. Кадепсин, баклофен и димедрол. Так вот, кадепсина в такой аптеке четыре с половиной тысячи пачек полных, а пустых пять тысяч пачек пустых, расковыренных, понимаете. То есть, почему они там внутри находятся? Потому что условие было такое, она продавала наркоманам, чтобы он сразу съедал и не оставлял шлейф за собой пачек пустых, пять тысяч штук. И вот представьте, это розничная продажа, да. Ну, обычную розничную продажу, ну, на две недели завозят товары, да. Вот четыре с половиной тысячи пачек целых. Вот вы мне скажите, три дня не работает аптека. Так, может быть, сколько за это время бы продалось их? Понимаете, вот все мы знаем, наш закон, наш закон, он не то, что не действует и несовершенен, а он во многом, вот как в этом случае, наоборот, направлен против людей. Но это писанный закон. Но существует закон, не писанный. Это моральный закон, это этические нормы. Так вот, если брать, это тот закон, на котором наше общество основано, и благодаря чему оно существует вообще. Так вот, по моральному закону, я считаю, мы, не то, что мы, а то, что произошло. Вот это как раз, вот такие действия законные. Спасибо. А по уточнению, ясно, вы сказали, что крышуются, или, естественно, наркоманы... Давайте сделаем так, давайте мы не будем голословны. Знаете, я могу вам сказать, мы, ну, то есть, как бы, опять-таки, презумпцию невиновности никто не отменял, но могу сказать, что как раз возбуждение дела о хулиганстве является лучшим подтверждением за ангажированность следствия. Спасибо. А по поводу крышуются или не крышуются, пускай я приглашаю всех дать оценку этому всему, держать в фокусе это все дело. Мы абсолютно открыты, готовы там предоставлять факты, и давайте вместе разберемся, в конце концов, кто есть кто в этой всей ситуации. Василий Иванович, скажите, пожалуйста, об объемах. То есть, что-то было, где то, что было в аптеках, что было изъято, куда оно делось, и изучали ли вы, говорили ли вы контрольные закупки какие-то, объем продаж за день. Значит, 4,5 тысячи упаковок кодейно-содержащего препарата, катепсин, после настоятельных наших просьб. Сначала они просто лежали, вот гора перед аптекой. Милиция ни то, что не подходила. То есть, вот такое впечатление, уже начали жители, уже начали люди расходиться. То есть, как бы, вот, а все, оно лежит, как и лежит. То есть, смысл в чем, что так, они не должны были никуда деться. Были предложения, вообще, как бы, народ требовал уничтожить, спалить. И были такие попытки среди неравнодушных людей, которые это слышали, и сами понимают, что... Неоднократно били окна. Да, и прям там уже, там, и подбегали люди, бензином поливали, там, было такое, о, это вот есть на видео зафиксировано. Но, только после того, как они поняли, что мы никуда не уйдем, они тогда записали и отвезли в московский райотдел. Другой момент, если не будет уголовного дела, то, по закону, они должны быть возвращены этой дорогой гражданке. Кстати, 057, хочу передать вам огромный привет, уже сообщил о том, что в последующем эти препараты, возможно, будут возвращены. Между прочим, журналисты 057, хочу, ну, то есть, как бы, опять-таки, сейчас хочу как раз именно задать вам, мне не задать вам вопрос, а просто призвать все-таки, ну, к незангажированности. Вы присутствовали, увидели все там, что там происходило. И, как бы, опять-таки, вы всегда говорите, что мы там, ну, готовы освещать незангажированно, но, тем не менее, который репортаж, я вижу уже, то есть, как бы, опять-таки, как-то в пику нам, а в угоду кому-то. И были контрольные закупки? Так вот, чтобы вы понимали, что вы понимали. Опять же, почему в ответ на бездействие произошли такие, да, может быть, кому-то покажется, или если брать наш несовершенный закон, да, там, хулиганство, якобы, да, но потому что внутри, понимаете, как, потом тоже, например, были отчеты, видны были по кассам, то есть кассам где-то 40-50 тысяч в день с этой точки. Кроме всего прочего, когда стояла милиция, я ничего не делала. Вот я демонстрирую флешка с контрольными закупками, вот с этой точки, конкретно. И милиция, мы тоже об этом говорили, но почему-то никто, они все это знают, конкретно, начальник Грома там стоял все это время, он не поинтересовался, и телефон им дали, вот, пожалуйста, никто не скрывается, ничего. Почему-то они не заинтересовались, да, посмотреть, у вас будет дело все-таки. А чтобы еще не быть голословленными, конкретно я сейчас хочу сказать, наша организация, пожалуйста, и правый сектор поддерживает, и еще ряд организаций, мы объявляем войну, это прежде всего, сейчас вот я хочу обратиться ко всем, кто причастен в нашем городе, к наркобизнесу, кто торгует сам, кто крышует, кто долю получает. Вот этот листик был найден тоже внутри, из этой аптеки. Тут телефоны всех возможных служб. Милиция есть, СБУ, прокуратура. Пожалуйста, я хочу, кому нужна эта копия, есть оригинал. Ознакомьтесь, возьмите себе копию. Это точно так же будет предоставлено во все инстанции, которые нужны. И посмотрим, проверим. С другой стороны, на оригинале, это фармацевтическая выставка недояпостей, с печатями мокрыми, это не то, что там кто-то подкинул, конкретно вот с этого места. Вот вам ответ на нашу, то есть объявляется беспощадная борьба. Еще раз, чтобы все понимали, ни одна такая точка не будет работать. Ни одна. Скажите, но ведь эти препараты официально не запрещены. Вот в том-то же дело. Они не запрещены, но когда вот так вот стоит передо мной, проходило это мероприятие, да, митинг, собрание, вот стоит 4 мальчика маленьких, и вот дверь. Я показываю, говорю, скажите, ребята, а что это такое? Да тут наркотики продают. Я вам больше могу сказать. Мне кажется, они не только официально не запрещены. Исходя из тех объемов, которые там встретились, исходя, ну то есть это мое личное впечатление, не знаю, не отдавали, не досужились, конечно, отдать на экспертизу, но мне кажется, они официально не произведены. Если говорить официально. Поэтому тут стоит, наверное, говорить о сговоре. Кому выгодно. Есть производители... Да, ну, беседсельный, да? Такой вопрос. Кому из ваших организаций принадлежала газель, которые прорывали дверь? Я так не услышал ответа на этот вопрос. Газель, это вообще цена, то есть как бы к жителям района. Да, никому из наших организаций не принадлежала. Опять же, газель. Я так понимаю, что, как у правоохранителя сказали, уже всех установили, никого найти не могут. Ну, то есть, как бы, я думаю, что на этот вопрос мы в скором времени получим ответ. Я призываю еще раз всех журналистов подробно осветить этот вопрос. Кого найдут? Куда пропал компьютер, системный блок, принтер, который... Вы присутствовали на... Вы же сам изначально присутствовали. Простите, пожалуйста, на этом компьютере могли находиться данные, которые, вы говорите, помогут следствию, Согласен, согласен, абсолютно. Я думаю, что на этот вопрос тоже должно ответить следствие, потому что мы тоже заинтересованы в том, чтобы этот компьютер был. Никто из ваших активистов не причастен к выношению компьютера? Исходя из этого, я могу вам сказать одно. То есть, как бы, в конкретном том случае, я не буду брать на себя ответственность, потому что я действительно не знаю, что случилось с этим компьютером. Но, тем не менее, каждая акция, которая у нас, ну, в преддверии любой акции, у нас четко идет инструктаж по поводу, во-первых, разницы между жесткостью и жестокостью, это прежде всего. И по поводу, ну, отношений, то есть, как бы, поведения на акции. У нас, это первая акция почему-то, которая нам ставится в минуту, с которой что-либо пропало. До этого, по-моему, не было ни одного такого, чтобы кто-то хоть слово сказал. Да, могли там уничтожить, там, то есть, как бы, но, тем не менее, забрать с собой системный блок и этот, ну, это... А видеофиксация акции была? Изначально мы, прежде всего, ну, смотрите, для того, чтобы хоть как-то соблюсти, ну, вот, рамки этого вот возмущения, ответить все-таки, ну, то есть, поступить это. Прежде всего, мы берем с собой журналистов, как правило, это стример, и плюс ко всему, то есть, как бы, все, вот, опять-таки, тот же сайт 057 никогда не отказывали, есть желание, пожалуйста, присутствуйте. И плюс ко всему обстоит, ну, для того, чтобы хоть как-то там этот, какого, мы ставим перед тем, как, ну, то есть, как бы, перед началом акции мы вызываем милицию. Вызываем милицию, потом уже для того, чтобы не было уничтожения вещественных доказательств, мы уже как-то препятствуем этому. То есть, если так же интересует судьба коробки с деньгами? Коробка с деньгами. Кто, кто конкретно там находился? Вот я еще хочу сказать, кроме того, что и милиция, и журналисты, и мы сами снимали, так как это было общественное мероприятие, все люди, которые подходили, все доставали телефоны. То есть, это все, наши действия совместные, от начала до конца, десятки, наверное, есть видео. Почему? То есть, опять же, давайте, следственное, пускай разбирается и задает вопросы. Так вот, смотрите. Уважаемая провизор, в кавычках, Крапивкина, как оказалось, у нее выручка была, находилась в штанах, да, в белье, не знаю, как там можно это назвать. И об этом никто не знал. До какого-то времени, пока они начали вываливаться в кавычках. Рассказывайте о чем-то другом. Так вот, я рассказываю. Подождите, вас интересует это? Дайте я расскажу. Так вот, когда вывалились у нее деньги, а вокруг стоит 100 человек, естественно, вот они лежат на полу, валяются на земле. Был вопрос, вот все как бы, люди вокруг. Нельзя отдавать милиции, они там, там, это десятая. Соответственно, нашелся один молодой человек, который, опять же, ни с каких организаций был, без балаклава, без формы. Все снимают, складывают, опечатывают и дают свои контакты конкретно жителям. Берет у них их контакты. То есть, его легко найти. Это все зафиксировано. Пожалуйста. Вот у вас есть вопрос. Я уверен, что это был честный человек, раз он никуда не скрывался. Значит, коробка на месте и все в порядке. К вам он знаком, он встретился с лицами, поделили они тюрьмы. Нет, смотрите, для того, что по поводу судьбы, дальнейшей судьбы этих денег было принято решение, то есть, как бы, опять-таки, взять, поставить в этом, непосредственно в этом дворе какие-нибудь лавочки или детскую площадку, в зависимости от того, насколько хватит денег. И сделать какую-нибудь табличку по поводу того, что, ну, на чьи деньги это обосправно. Да, и я хотел бы сакцентировать внимание вот на чем. Вот вы говорите, знаком или делал, или он встречался. А как вы думаете, вот если вот человек в такой ситуации сделал такие действия, и тут он узнает возбужденного, хуливанского, головное дело. Что ему делать теперь? То есть, получается, сейчас, например, он сюда приходит, кладет коробку, мы ее вскрываем, и ему накидывают наручники или как. Спасибо, вопрос. Спасибо. Все-таки по поводу этих... Скажи, я не знаю. Телеканал интернет, я не знаю. По поводу этих денег. Давайте разбираться. То есть, эта коробка сейчас находится у какого-то местного жителя, правильно? Да, который известен. Вот, есть видеосъемка, без балаклава, это не был человек. Мало того, человек еще предъявил свои паспортные данные. Он дал данные, дал телефон, конкретно вот жителям. Вот я забираю. Вы будете контролировать... Мы же сказали. Для того, чтобы это было... Ну, то есть, это было не голословно, мы согласны на эти деньги поставить. Мы согласны на эти деньги поставить, ну, какую-то площадку сделать, какие-то там оборудования поставить в этом дворе. Хорошо. Я думаю, этот поступок впоследствии даст возможность нам получить еще кучу информации по таким аптекам. Вы знаете, что, в принципе, это беспредел. Беспредел? Подождите, подождите. Ни в коем случае это не беспредел. Вот еще раз объясните. Вот стоит преступник. Да? Вышел, например, только что, мы знаем, он ограбил, и вот произошло ограбление. И у него, из него, высыпаются деньги на землю. Никто их не забирал, ни пистолет, ни голове не подставлял. Вот стоит толпа. То есть, как вы думаете? Вот они, и что бы произошло? Мы провоцируем людей на что? Чтобы они начали хватать или как? Беспредел мог бы быть. Вот это был бы беспредел, да. Это прежде всего. А вот потом, я бы хочу сказать... Хорошо, почему бы это все вещественные доказательства и деньги в том числе не отдали в том числе не отдали? Потому что народ вокруг сказал, милиции не отдавать эти деньги. А решили, что мы сами проведем собрания между собой. И их судьбу определим. Но никто не хочет, понимаете? Вот вы опять говорите, по закону надо было милиции отдать, да? Они исчезают. По закону мы потребовали, чтобы забрали эти таблетки. Дело не возбуждено. Никто не хочет посмотреть видео, как закупки, понимаете? В итоге эти таблетки будут отданы. Так может действительно по совести надо было их спалить там? Как требовали люди. Вы видите, что не то, что нету закона, а тот закон, который существует, это беззаконие. И вот эти вот мальчики, которые вот 4 человека, за эти 3 дня, вот они родились, живут в этом дворе. И у них всегда, с начала их рождения, они знают, здесь наркотики. А что будет потом? Что будут их дети? А вот за эти 3 дня, когда они посмотрели, что пришли дяди, и мама еще сказала, какие молодцы, и они подумали, наверное, лучше наркотики не покупать, и не торговать. Понимаете? Вы планируете использовать такую же акцию? Да давайте, я же еще, я сказал, что наши действия вдалеке от идеала. Мы планируем так, чтобы после этой пресс-конференции эти точки сами позакрывались, и их крыша этим не занималась. И никаких акций не будет вообще. Спасибо. Спасибо. Я прошу вам. Дина Коба, это факт Супарина. Мне есть еще вопрос. Вы говорите о том, что это милиция с тобой автоматом. Были ли обращения с нашей стороны, например, прокуратуру, которая, в принципе, должна расследовать такие вещи? Если да, то когда и все два, если нет, то почему? Я думаю, стоит об этом прежде всего спросить у тех жителей, потому что, насколько я знаю, они обращались, по-моему, во все инстанции. Сейчас вы говорите о том, что это пресс-конференция. Нет, подождите. Я не... Я... Смотрите, я опять-таки, я не знаю, пускай на этот счет может сказать Ярослав. Мое... Мое, я еще раз говорю, никто не отменял произвольную невиновность. Я не могу сказать. Вы только что отменили, вы назвали эту женщину преступницей из решения СССР, который отдавал в педике. Подождите. Я ж... Давайте говорить, смотрите, мы... Давайте не будем даваться в полемику, еще раз говорю. Давайте не будем... Дух закона и букву закона. Я сразу сказал, что наши действия не соответствуют букве закона. Но духу закона, по-моему, они отвечают вполне. И запросам общества, и запросам общества на данный момент, в данный момент, то же самое. Я еще раз говорю, для того, чтобы дать оценку нашим действиям, я предлагаю поговорить с жителями. Прокуратура обращения не было? Жители неоднократно обращались в прокуратуру. Неоднократно. За пять лет. Это надо мать. По-моему, конечно. А что, это не милицейская? А какая? А? Все ушло, как говорится, в пропасть упало. А результат, результат многолетней работы этой точки не является, не является ответом на вот на тот вопрос? Нет. Отписки были, наверное. Прокуратуру обращались, но точка работает. Второй вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, вы объявляете войну незаконным вот этим вот пунктом, горгопли, когда не содержащие на депрорайке. Нет, пожалуйста, почему вы не пойдете работать с правоохранительным органом? Почему вы хотите действовать именно таким образом? Как сказал Михаил Саакашвили, если положить один свежий огурец в бочку соленым, он тоже станет соленым. Так водите все. Ну, для этого нужно время. Я еще раз хочу сказать, смотрите, я еще раз, давайте мы уточним по поводу того, что мы там объявляем войну. Мы призываем жителей Харькова встать на войну вот против того беспредела, который происходит. Это прежде всего. А вас, журналистов, мы призываем помочь нам для того, чтобы не нам приходилось устраивать такие акции, а все вместе сделать так, чтобы эти точки закрылись в конце концов. И третий момент. Скажите, пожалуйста, что гарантирует сохранность вот этих вот лекарственных препаратов, которые вы изъяли, ну, как вы говорите, в соответствии с духом законного, то есть, где они сейчас хранятся и в случае, если будет начато уголовное производство прокуратуры, каким образом она сможет получить эти вещественные доказательства? По сути, и деньги, как они будут уже неоднократно было сказано, что их изъяли правоохранительные органы? Нет. Ну, неоднократно. Они находятся в райотделе. Мы дождались, пока их не посчитали. Деньги и лекарственные препараты являются вещественными доказательствами в случае, если выручена уголовное производство. Ну, это вопрос о потрате деньги, во-вторых, каким образом все-таки смогут получить, как это закомментировано? Не знаю. Это вопрос правоохранительным, готовы отвечать на эти вопросы. для нас самое главное это мнение жителей, а не мнение правоохранительных органов. Дмитрий Асенкин, дайте перед вопрос к вам, кто сможет ответить. Если я это уточнение, если я правильно понял, торговля осуществлялась из квартиры. Так и нет. То есть на этой квартире были вывески аптека, регистрационные документы на точку продажи лекарственных препаратов были у этой женщины хотя бы в помещении, что это официальное место для торговли лекарственными препаратами. Вот смотрите. Были такие документы вами найдены? Название аптека не было. Не было. Документы, как и были документы, и как оказалось сейчас нам говорит милиция о том, что все документы есть, лицензия, все. Это помещение. То есть официально по закону это аптека, на которой нет названия. И там нет никаких лекарственных препаратов, кроме трех, которые я назвал, и внутри еще больше пустых. Еще раз. Это была отдельная с отдельным входом с улицы, с сигнализацией, с системой безопасности, чтобы не могли проникнуть. Или это все такие квартиры в жилом доме? Это квартира. Нет, это квартира в жилом доме с атрибутами наркопритона. То есть решетка. Смотрите, я вам сейчас расскажу, как там было. Открывается дверь. Перед тобой решетка, да, с улицы, решетка и темнота внутри. Тех, кого она знала, грубо говоря, ее клиенты, она выходила, появлялась. Тех, кого она не знала, она не выходила. И даже мы уточнили, там были пароль специальный, там, пятое-десятое. Но по закону это такая квартира, на которой оформлены лицензии аптеки. Вот я вам ответил. Еще два вопроса, Спасибо. Сейчас, можно еще? Хочу обратиться конкретно к харьковчанам, жителям Харькова и области. Дело в том, что таких случаев и не только где продают кодейно-содержащие препараты, а также в том числе, например, мак. Да, якобы маковая семечка, которая сейчас в каждом киоске с сухофруктами, а сейчас уже и торгуют ею и в продуктовых магазинах, и конкретно вот сеть Passat этим занимается. Вот есть даже тоже видео, где с этого мака путем превращения волшебных происходит по итогу материал для инъекций, да, и тоже об этом знают все, как бы, и знают об этом харьковчане. Так вот я хочу обратиться к харьковчанам. Давайте, если мы знаем, что, например, такая ситуация, в нашем дворе есть притон. Идем на работу, домой, возмущаемся, пожалуйста, пожалуйста, соберитесь сами, просто, например, встаньте возле этой точки, произведите какое-то народное возмущение, если вы не можете с этим справиться, есть организации, к которой можно обратиться, мы поможем, но пока мы будем безмолвно ходить мимо, а наши дети будут расти в такой атмосфере, и с детства знать, что так и должно быть, мы будем оставаться рабами, и это будет продолжаться. Для того, чтобы получить свободу, за нее надо бороться. Поэтому, прошу вас, не будьте байдужами, а конкретно начинайте бороться, и итог будет такой, что все они закроются, закроются. Мы очистим совместно город от наркопритонов и их содержателей. Я хочу добавить, у меня есть обращение к правоохранительным органам. Я не хочу, чтобы правоохранительные органы наши действия воспринимали в штыки. По-моему, правоохранители для того или созданы, для того, чтобы охранять право. А мы, есть какие-то система формировалась очень долго. Может быть, она сформировалась так, как сформировалась. Но, тем не менее, в этой системе очень много людей, которые действительно по-настоящему честны и готовы нас поддерживать. Даже на сейчас такие есть, и мы с ними работаем в этом связке. Наши действия, давайте будем расценивать как катализатор. Вот сейчас происходит какая-то, у нас там все заявляют иллюстрации. Я думаю, вот эти вот действия можно очень хорошо расценивать как катализатор того, то есть, согласны люди работать по-новому или не согласны. На самом деле, мы уничтожили наркоотточку. Стоит, с той, с той, с той, с той, правоохранители показывали очень долго борьбу с ней, демонстрировали. На самом деле, не сделано было ничего. Мы это сделали. Система, я еще раз говорю, против себя, бороться не будет. Коррупция, коррупция, система, коррупцию в системе сама система искоренить не может, отчасти ее. без взаимодействия с жителями, без взаимодействия с нами, то есть, как бы, опять-таки, ну да, я согласен, может быть, могу сказать о себе. Знаете, у меня всегда была достаточно активная гражданская позиция, но после возвращения зато, могу сказать одно, чувство справедливости обострилось в разы. Лично я не хочу больше жить так, как жили. Я думаю, что это, ну, все, все возмущения в стране происходят именно из-за того, что, в конце концов, мы заслужили того, чтобы изменить эту систему. Мы готовы расценивать, готовы рассматривать любую критику, ну, если она конструктивна, и готовы там ее принимать, там разбирать, но если вот такие действия, как сейчас сказали, что после закрытия этой наркоточки возбудили уголовное дело о хулиганстве, и еще там, еще какие-то там несоответствия там мелкие, с этим, как у них, кто не видит главного, я думаю, ну, такая ситуация ухудшит только, ну, ухудшится из-за такого отношения. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...